Для тех, кто подсказывает, вот такой прием расцеллмании. Здесь у нас специалисты по исполнению бостонского краба, поэтому будьте аккуратны. С информацией, ну и мне тоже надо быть аккуратным, тоже не хочу получить бостонского краба, поэтому буду так аккуратно комментировать. ДТС Кирчнет, все. Я готов, в принципе, начинать трансляцию этого матча, но если команда готова, то можем делать рестарт. Запускай Кирчи Джонта, Кирчнет готовы? Да, да, все, пошли рестарты, удачи. Давайте аплодируем командам и зарядим их на хорошую игру сейчас. Давайте, поехали. Итак, Кирчнет, ДТС. Кирчнет играют в защите, ДТС атакуют, карта Инферно. И это финал Винров, победитель выходит в суперфинал, ну а проигравший еще раз сыграет в нижнем финале нижней сетки, ну а потом, может быть, и еще раз в суперфинале. Увидим. Уже пошла небольшая перестрелка, чуть не ляпнул, кто там что делает, но сейчас посмотрим. Вот здесь, допустим, интересно. Пока что без разменов. Итак, по-моему, первая встреча у нас уже прошла. ДТС онлайнер, это у нас, по-моему, Тарас Крафтик. Ну, вообще, сейчас мы увидим, сейчас мы увидим, что тут будет. Вот тут очень интересная ситуация. Нет, уже нет. Посмотрите, пока что без минусов вообще. Очень жесткий раунд, 40 секунд до конца. Смотрим, что тут будет вообще происходить. Полная тишина на карте. Вот там, конечно, чуть-чуть постреляли себя, но вот в основном все будет вот так вот происходить. И смотрим внимательно с тем, что происходит. Минус от Барракут, 3 минуса от ДТС, 3 минуса от Керчнет. И уй-юй-юй, один остался Тарас. Минус от Блейда. Как все закончилось. Блейд, минус 3, Керчнет. 1-0. 1-0, друзья. В пользу Керчнет. Ну, вы видели, пистолетка была очень аккуратная. Обе команды аккуратно играли. Под флэш пытались выйти ДТС, но там... Все хорошо закончилось для Керчнет. ДТС. Сейчас посмотрим, что они будут придумывать. Бомба не ставилась. Поэтому как бы... Да, особо нечего мне говорить в такой ситуации. У меня был очень интересный такой звонок. Мистер Ухо звонил. Попытаюсь его. Сложно будет. У меня тут просто вот этот кабель, он мне дает... Не знаю, если вот я его сейчас могу... Починить. Ухо подключил трансляцию. Он присоединится к нам онлайн. Но вот самое главное, не стоит забывать по поводу инфы. Да, что не стоит мне пока еще давать информацию. Ну, смотрим. Смотрим. Итак, Керчнет ДТС. Очень напряженная была до этого игра у команды Керчнет. ДТС и порасслабленнее. Но, тем не менее, они уже выигрывают со счетом 2-0. У нас есть девайсы. Смотрим, что сейчас произойдет. Пока что пятером Керчнет. Особо вот ничего не могу сказать, к сожалению. Блейд минус, крутой в центре. В доме. Ох ты, тут посмотрите, еще Барракуда снимает хаоса. И два остается игрока у команды ДТС. Минус два. Так, ну поехали. Побеждал я опять капель. Но, посмотрю, вот попытаюсь после этой карты настроить. И, может быть, получится подключить Лешу к нашей трансляции. Сегодняшний экран ДТС на АБ. Посмотрите, там Бондик минус 3, минус 4 от Бондик. Созик делает единственный еще минус. И 4-0. Очень такое быстрое, резвое начало от команды Керчнет. Еще раз напомню, друзья, кто недавно подключился. Это прямая трансляция Asus Cup. Осень 2010. Финал Украины. Через неделю здесь же в Киев-Киберспорт-арене состоится гранд-финал. Но пока мы посмотрим на лучшие 6 команд. Они уже, кстати, определились. Но посмотрим, кто с какого места выйдет. И кто сколько заработает. Кроме того, что заработает квоту на гранд-финал Asus. Ну, посмотрим. Совершенно большое количество игроков и команд будет у нас от Украины. 6 в этом сезоне. Ну и очень-очень лютый, интересный финал. Однозначно очень... Основная интрига остается без команды Na'Vi. 5 команд там, 6 даже, будут претендовать на первое место. И вот кто из них лучше, мы узнаем через неделю. Ближайшие выходные. Пока что Керечнета и команда ДТС проложают этот матч на Инферно. Очень неплохо начал Бондик. 9-1 его статистика. Ну и 0-4 у Крутовой. 0-4 у Попса. I love Адриана. Вот так вот он решил подписаться. Никакого Попсилы сегодня. Вообще, пока что все на карте довольно тихо. Да, тяжело мне так комментировать. После того, как весь день комментировал с ДЛМ. И вот сейчас без ДЛМ комментировать вот такие вот расклады. Когда не нужно давать инфу. Но будем постараться. И уже первый тут замес. Крутой пострелялся. Успел повоевать. Есть от гранаты. Дымы, флешки не дают ДТС нормально выйти. Минус. Есть. Есть минус от Хауса. Минус от Джонта. Минус от Блейдей Бондика. Равный размен. И 3-3. Ах-то там Царский воевал. Дал минус. Да, снял он сейчас Попса. Есть преимущество. Бондик. Царский минус. И хорош. Орут Керчнет. 5-0. 5-0. Но был установлен плент. Скорее всего будет сейчас, наверное, бай от команды ДТС. И попытка как-то исправить ситуацию. Но уже видели мы сегодня жуткие и опасные матчи. Керчнет. Очень напряженную игру сыграли со Спрейн Прей. Я думаю, кто пропустил предыдущую карту, тот много пропустил. 10-5 в атаке выиграли Спрейн Прей на трейне. Потом каким-то чудом сделали камбэк Керчнет. 15-15. И во втором овертайме победу одержали парни из команды Керчнет. Причем по ходу матча 3 матчпоинта отыграли. Это было нечто. Ну и, по-моему, с первого своего матчпоинта взяли карту. 5-0. 5-0. Керчнет выигрывает в защите. Смотрим. Ну, в принципе, да. Вот самое главное на Инферно-то мы понимаем, что все-таки главное брать раунды. Уже не буду комментировать всякие отдельные нюансы. Ну, конечно, стоит контролировать карту. Собирать информацию по всей карте. Играю в защите. Желательно иметь какую-то информацию и представление о банане, о мидле. Ну, иногда стоит играть агрессивно. Иногда. Но все зависит от стиля соперников. Все зависит от того, как идет матч. Ну, а пока что он идет после первых раундов уже довольно медленно. Вот оружейки начались такие. Вот сейчас темп задает команду ДТС. Явно. Потому что они играют в атаке под флеш. Баракуда разменялся в коврах. И Крутой снял его. Смотрим дальше, чем все закончится. Блейд делает минус на 7. Снимает он здесь попса. Минус еще от Блейда. Крутой дал минус. Снял Царского. Ну, как бы все. Один остается игрок у нас. Это Крафтик против троих. Долго не решался стрелять. Делает минус. Ну, и вот тут против двоих остается Тарас. И ему нужно как-то за эти 20 секунд разрулить всю ситуацию на карте. И, не знаю, взять. Может быть, один в два. Но это будет, поверьте, сложно сделать. Причем вот очень мало времени. Плюс его загоняют. Вышел. Посмотрите, вышел Крафтик на Бодика. И здесь Созик не промахнулся. И 6-0 в пользу команды Керчнет. Ну, вот на чемпионате, да, вот недавно играли на Вейсе 1-1 по картам. Дес и Керчнет. И вот сейчас уже первый лан. Первый лан. И посмотрим, как сыграют этот лан в месте ДТС. Вместе с крутым. Ну что, что у команды ДТС сейчас? Хотел сказать, но я сразу подумал, что нельзя мне об этом говорить. Давайте лучше смотреть просто за общей картой. Ну, и я так периодически буду показывать там очень интересные моменты. На которые стоит обратить внимание. Ну, посмотрим. Все мы видим. Все мы видим, друзья. И вообще очень интересный счет. Такое начало. Неоднозначное. 6-0. В пользу Керчей. И они пока что тащат. Минус от царского СВП. Он в центре дождался момента. Снял попса. Пошел выход. Царского не загнали. Блэд делает минус семерки. Минус от Крутого. Снимает он Царского. И продолжается эта игра. Хаос. Джонта и Крутой еще живы. 3 в 4. Минус Крутой. 2 в 4. 2. Один Джонта остается. Его увидели. Ой, видит, видит Бондик. Не попадает. Куда-то мимо пули полетели. Джонта делает минус. Так. Молчу. Джонта один. Остался. Бил Блейд. Ну, там было 9 хп у Барракуды. 15 у Блейда. И сотый Созик оставался. Я вот думал. Ляпнут, что красные Керчнеты. Но нет. Нет-нет. Попс 0-7. Ого. 4-0 статистика Созика. Он самый... Меньше всего фрагов команды Керчнеты. Но ни разу не умирал. Ни разу. И Блейд 15-3 продолжает там тоже. Играть неплохо. 7-0 вообще. Неоднозначный счет в этом матче. Вот Керчнеты решили исправиться за предыдущую игру. Вот все-таки их Спрейн Прей плотно размяли. Привели чувство явно. Взбодрили. Ну и вот. Пока что слова алерта подтверждаются. Очень неплохо играют сейчас в защите Керчнеты. Но это только начало. По позициям снова никакой инфы не могу давать. Ну уж. Не, без суть. Вот после раунда могу, наверное, какой-то анализ сделать. Краткий предыдущего. И рассказывать, что же там было. Блейд делает снова минус первый. Блейд еще минус. Вообще неубиваемый Блейд здесь в песках. Дал два минуса. Вот теперь его сняли Крафтик и Джонта. 3-3. Крафтик и Джонта сделали фраги. Смотрим, чем все закончится. Тараса видит Крафтик Блейда. Минус Блейда. Тараса и уже в большинстве ДТС. Вот хорошая возможность для первого раунда. Созик и Бондик. Двоем против троих. И причем вот что? Сложно, сложно у них миссия выбить. Минус. Минус. Нет, нет, нет. Джонта здесь справляется. Первый раунд за команду ДТС. Ну вот наконец-то они сейчас взяли атаку. Получился у них выход. 17 на 4 статистика Блейда. Попс тоже сделал свой первый фраг. Также отметился в этом матче. Но пока что общий счет вы видите сами. 7-1. И Кирчнет явно люто настроены. Но интересно, смогут ли давить они еще ДТСов. И все решить в первой половине. Либо у нас сейчас начнется сокращение счета и отставание. И ДТСы начнут набирать раунд 2 в атаку. Не знаю. Вот. Вот так вот. Тут тоже интересно. Сейчас мы там посмотрим, как там все происходит. Вот так даже. Ну пока тихо. Минут 14. Снова без минусов быстрых. Довольно аккуратно играет. И одна, и вторая команда. Вот никто не хочет лишний раз ошибаться. Пытаются вот парни сейчас как-то разрулить ситуацию. Но смотрим. Царский. Минус с АВП от Царского на банане. Фастом пытался ответить. Тут ему... Ух ты. Еще пытается там... Нет, нет, нет. Все нормально. Минус от Царского. Как он дал этот минус? Я не знаю. И 5. 5 на 3. Сейчас команда Кирчнет. В принципе, имеет большой шанс сделать 8-й раунд сейчас. И еще сильнее скрепиться в первой половине. Защита получается. Все идет. Вообще отличная ситуация для Кирчнет. ДТС. Не идет. Минус. Да, я слышал, Бондик давал инфу. Блейд им хлопанул. Дал минус. Снял. Круто. О, тут забыли про Бондик. Отлетелись на Блейда в этот раз. И все. Остался один Кэп. Команда ДТС. Чатрикс. Это Джонта. Делает. Делает минус. Посмотрите. Что происходит-то вообще. Ого. Как он снял царского. Нереальный фраг от Джонты. Один остается еще против троих. Эх, не поставил. Уже кричал. Там убивайте. По-моему, Созик так орал. Убивайте, убивайте. Джонта был еще секунд 15-20. У Джонты было повеселее. 8-1. 8-1 в пользу Кирчнет. Довольно неожиданное пока что начало этого финала Венеров. Финала верхней сетки. Кирчнет выигрывает в этом матче. И, кстати, мне интересны, друзья, параллельные результаты. Что там у нас в нижней сетке. Я сейчас попытаюсь обновить. Но что на данный момент вообще известно. В лузерах мы уже говорили. АМТ проиграли дабл дэмэдж. Из Брилла проиграли ВИД-21. Вот в полуфинале лузеров. Не знаю, как сыграли сейчас ВИД-21 с Фрейнпрей. Дабл дэмэдж Моралес. Не знаю. Матчи идут. Может быть, уже закончились. Но дабл дэмэдж выиграли. Дабл дэмэдж выиграли. Матч против Моралес. И иду дальше. И сейчас, кстати, там начнется матч. Получается дабл дэмэдж. Против победителя пары ВИД-21 и Спрейнпрей. Вот так вот. И после нее аж пойдет финал лузеров. Поэтому, парни, советую вам быстрее начинать этот матч. И доигрывать быстрее матч вот Спрейнпрей и ВИД-21. Экораунд прошел. 9-1 в пользу Кирчнет. Очень хорошее начало. Вообще хорошее преимущество. Они себе обеспечили. Но это не значит, что ДТС не смогут им ответить. Вот точно так же, как они ответили Спрейнпрей. Я говорю про команду Кирчнет. Что то же самое и не может случиться с ними. Это вполне реально. Так, минус уже от Блэйда и Бондика. Под флеш, по-моему, в центр был выход. Размен. Ой-ой-ой-ой. Что-то творит Созик. Бондик. Все, остался один хаос. И хаос, но один в три. Его убивает Бондик. Блэйд 22-5. Бондик 15-5. Царский 7-5. 6-1 Созик. По-прежнему только очень мало умирает. Всего лишь раз. И 6-6 Барракуда. Толстый Фрайер энда хаос. Все пучком. 10-1 для Кирчнет. Очень отлично. Идет эта встреча. Все получается. И 4 раунда остается в первой до конца. Первой половины. И потом посмотрим. Но если, конечно, Кирчнет дожмут, то... То это будет просто все. Минус 1, минус 2 в центре. Что снова эко-раунд команды ДТС. Да, здесь развлекается Блэйд. Дал минус 2 от Царский. Минус от Бондика. Вообще просто изничтожение. Крутой на второй длине. Джонта здесь же. Минус от Царского снимает он крутого. И остался у Джонта. Снимает Барракуду. И... Все. Блэйд еще. 25 на 5. Барракуда 6-7. 1-11 попс. Вот так вот. 11-1 счет в матче. В пользу Кирчнет. Да, вот так вот. Нужно подсобраться парням из ДТС. Но они сами об этом знают, я уверен. Так что смотрим. Опять же, квота есть в кармане. Тут уже вопрос в другом. Ну, пока без размена. Пока все тихо. Хотя уже могли быть такие ситуации. Так, крутой. Сам. Минус. Какой вообще вояк. Крутой. Царский снимает с ВП. И 4 на 4. Что дальше? Чем закончится весь этот замес ДТС? Мирки пишут. Это провал. Это разминка или игра? Вообще, кто-то пишет. А что ж такое? Друзья, это игра. Опс. Ах, мог дать минус. Чуть-чуть не хватило секунды. Доля секунду, чтобы приземлиться и точно прицелиться. И смотрит. Ну, всегда как раз этих долей секунды не хватает. А Аркада какая-то с движением на бетом. Созик делает минус. И он воюет. Перестреливается. Снимает еще Джонту. И на третьего пошел царский с ВП. Все попадает сегодня. 12-1 в пользу Киричнет. Что ж такое? Ну, возможно, еще будет там попытка команды ДТС сделать реванш. Понятно, дело это дабл. Но еще здесь, конечно, можно сделать реванш. Но пока все так настолько печально, что... Неожиданно, по крайней мере. Неожиданно. Вот точно никто не ожидал вот такого счета в матче. Киричнет, ДТС. Причем ДТС начинали в атаке. Ну, давайте смотреть, чем это все может закончиться. Ой-ой-ой. Ну, видите, что творит Созик. Он поджимает банан и снимает Крафтика. Крафтик явно был не очень рад ему его увидеть. И в меньшинстве команда ДТС попытается сейчас как-то разрулить ситуацию. Конечно, тут уже такая ситуация на букву Ж. Или другую какую-нибудь. На ваш выбор. Интересно, вот что замышляет все-таки. Как будто атаковать ДТС. Ух ты, минус от Блейды. Снимает в доме Крутого. Их снимает Хаоса в коврах. Это кто сделал? Баракуда. Да, делает этот минус. Остается Джонта и Попс против пятерых. Против всей команды Киричнет. Да. Блейд рвет и мечет. 26-6 его статистика. Вторую карту подряд Блейд изничтожает. Просто все, что можно. Вот, конечно, во второй половине со спрей-н-прейд Блейд очнулся. И, конечно, такое начало происходить, что, мама, не горюй. Царский минус, минус. Блейд минус. Блейд 27-6 статистика. 13-1 счет в матче. И вот это нежданчик. Посмотрите на довольные парни из Киричнет. Киричнет, в частности, царский баракуда вообще, по-моему, аж светится. Как и Бонди, наверное. На лице Кэпа просто ухмылка такая. Как ты думаешь, что лучше Абисус или Кинзу? Это на любителя. Кому как удобнее. Я бы сказал, конечно, Абисус. Но большинство людей бы сказали Кинзу. Трезвомыслящих. Так. Ну что? Как-то не ладится вообще игра у команды ДТС. Вот, честно, мне очень сложно комментировать все-таки без инфы. Вот чисто по факту. Но все-таки. Счет, вы видите сами. 13-1. Последний раунд. Команда Бл-5 начинает очередной раунд в меньшинстве. И вообще вот ничего не идет. И смотрите, какой неплохо. Вот сейчас второй раз Крафтик минус 2 сделал на центре. Но тут еще Барракуда минус 2. Посмотрите, он там из песков воюет. Как может минус 2. Да, он красавчик. Конечно, погиб. Ну, с Озикой царский легко справляются. Там 4 хп осталось у Крафтика. И 14-1. Счет первой половины. Очень жестко. Очень жесткий счет. 14-1. Два раунда до победы. Команда Кирчнет. Очень быстрый. Пока что финал. Винеров. Довольно неожиданный. И... Пока что, да. Пока что команда ДТС... Ну, не получается. Инферно. Это не значит, что они не смогут там выиграть первое место. Как бы вот в такой ситуации это просто ни о чем не говорит. Это говорит, что на Инферно Кирчнет были сильнее. И после того, как X-Pray and Prey размяли в полуфинале, конечно, команда полетела. И не зря, видимо. Ну что, в рестарт нам сделают? Эй-эй-эй! Ребята, давайте рестарт. Я хочу вообще посмотреть, чем все это закончится. Что вы там пишете? Я читаю все на ваших мониторах. Я слежу за вами. ДТС. Комбэк давай! Комбэк давай! Кто это орет? Швепс, ты? Ну, давай посмотрим. Даешь камбэк, друзья. Даешь камбэк. Чтобы было нам веселее. Но я думаю, Кирчнет не хотят камбэка. Никак. Они уже наиграли сегодня камбэков сами. И смотрим. Виссолетный раунд. Кирчнет ДТС. Вторая половина. Ух ты! Минус размен. Ох, Кирчнет. Минус три делают. Поджим ДТС не получается. Минус от Крафтика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И Крафтик вообще полетел. Просто полетел в дым. Берут пистолетку Кирчнет. И 14 матч-поинтов. 14 матч-поинтов. Это жестко. Ну что, давайте смотреть. Возможно, последний раунд. Сейчас каждый раунд, опять же, может быть посредним в этом матче. Потом перемещаемся плавно в нижнюю сетку. И будем смотреть. Получается, фолу-финал нижней сетки. Финал нижней сетки. И суперфинал 1 или 2. Ого. Может быть и такое. Да, как бы еще 3 матча сегодня мы можем посмотреть. А может и 4 даже. Ну а может и 3, потому что 1 мы можем не успеть сейчас просто подключиться. Если там уже начали играть между собой вид и дабл дэмэдж. Так, смотрим за этим замесом. Неплохо. Неплохо от Бондика. Б заняли. Все, здесь очень плохие девайсы. Не забывайте, что у ДТС. И просто вот очень плохие девайсы. Давят Кирчнету респаун. Посмотрите, все. Минус-минус. Остался один Тарас деглом. Делай 2 минуса. 1 в 3. Остался Крафтик, Блейд, Бондик. Бондик и 16-1. Победа команды Кирчнет. Парни явно довольны. Ну и что? Друзья, у нас будет небольшая пауза. Потом пообщаемся, наверное, с кем-то из команды Кирчнет. И будем смотреть игры в нижней сетке. Ну а пока перерыв. Минуток 10, наверное. Где-то так. Как blast. А пока полет. Пауза.